Доброе утро, девочки мои! Начинаю новое видео. Сегодня 9 мая. Смотрите, как разросся тополь у меня напротив окна. И уже окна напротив практически не видны. У нас сегодня пасмурно, дождик прошел, прохладненько, 11 градусов сейчас. Ну, чуть-чуть будет теплее, но сильно тепло не будет сегодня. Милочка, поздоровайся с народом. Вот это Милочка, которая со мной тут провела несколько дней уже. Мне кажется, уже много дней. Вот сегодня она в хорошем расположении духа. С утра сегодня на руки залазит и сидит. А вообще она попрошайка и любит просить у меня мягкий корм. Он постоянно просит. Только покушает, 2 часа проходит и начинает опять просить. Девочки, ну вы как поняли, я уже несколько дней не выходила в эфир, ничего не снимала. В общем-то мы тут с Милой обживались как бы вдвоем. И вот то спит она, то не спит она, то ночью она бегает. В общем, и у меня тоже, помимо своей бессонницы, добавилась еще и кошкина бессонница. Поэтому сутки вот такие вот перевернутые. То посплю я там 2 часа, то не сплю ночью. Сегодня с часу до 3 не спали мы. Сначала спала, потом проснулась, потом не спали. Она бегала, просила вот этот сладкий, мягкий корм. Потом опять спали, да? До 9 часов поспали. Вот она. Погладьте меня, мамочка, бабушка, погладьте. Я хочу сегодня, чтобы меня гладили. Что такое сегодня за блажь такая она тебя нашла? То она не любит, чтобы ее гладили, в руки брали, то сама лезет. В общем так вот, девочки. Хочу поздравить всех с праздником Днем Победы, 9 мая. У меня на фронте были 2 моих дедушки. Один у меня вернулся, другой у меня погиб на фронте. В общем-то, всегда этот праздник в нашей семье отмечался. Но так как уже родителей нету, в общем никого уже нету. Поэтому уже не всегда мы это отмечаем. В принципе, все заняты своими делами. Но на данный момент у меня дочка в отъезде. Сын со своей семьей у них там свои дела, они заняты. А мы вот с Милочкой вдвоем, с кошечкой, да? Я взяла себе несколько дней выходных. Думаю, отдохну чуть-чуть и от съемок, и от всего. В общем, пока мы тут с Милой, в общем, как бы приживались. У меня, честно говоря, и снимать, я даже и не знаю, как бы думаю, что снимать. Вроде как бы темы были у меня для съемок. Но с другой стороны, вот кошка мешает. Я хотела разбором вещей каких-то там заняться. Присутствие кого-то в доме меня как-то каким-то образом стесняет. Я не знаю, как это сказать, но вот так оно и есть, да? Ну, думаю, в конце концов, нужно уже начать видео, потому что крайнее видео у меня вышло вчера. Завтра должно выйти уже еще одно видео, но походу оно, наверное, и не выйдет завтра. В общем-то, заняться решила я делами насущными, так потихонечку. И буду снимать все, как обычно я снимаю влог. Я вот этой ночью бессонно делать было нечего. Сварила картошечку, молодую картошечку я купила вот такую вот маленькую, в пятерочке. И вот хочу ее попробовать. Ночью было делать нечего, я ее сварила. У меня есть селедочка. У меня есть, я размораживаю куриные бедрышки, такие вот без косточки, без кожи. Может быть, я из них что-то сделаю. Ну, в общем, решила я, буду пока вот здесь чистить картошку и чуть-чуточку с вами поболтать. Я думаю, видео это будет у нас коротеньким, потому что нет у меня уже запаса времени никакого. Но, чтобы вы там без меня особо не скучали, видео я все-таки решила начать для вас и снять. Кошка, вот она залезла на кухонный стол сейчас на данный момент. Мила, вот только я отойду от кухонного стола, она прыг туда. Вообще, она уже облазила все поверхности, куда можно было залезть. Я уже телевизор отодвинула от края, туда в нишу поглубже, потому что она норовит еще на телевизор залезть. А если она на него прыгнет, то, естественно, он может упасть в телевизор и разбиться. Поэтому, вот у нее вода налита в ее мисочке, но у меня стакан с водой обычно стоит на столе, и вот ей хочется попить водичку именно с этого стакана. Вот она любит, потому что там ей кажется, что там может быть водичка вкуснее, потому что я с ней пью. Вот сидит она. Ну, гонять ее бесполезно. В общем-то, я-то ее гоняю, но она пока я не вижу, она все равно лезет туда, куда она хочет залезть. Вот такая вот кошка. Дочка уже должна приехать завтра. Я не знаю пока еще во сколько, мы еще не созванивались, не списывались, но я думаю в течение дня, сейчас еще пока рано звонить. время уже, правда, одиннадцатый час, уже не рано, но звонить не буду, я напишу, спрошу, во сколько они приезжают, утром или вечером, хотя бы немножко ориентироваться на этот счет. Хочу еще сегодня выйти на улицу, пройтись. Я не знаю, правда, если, конечно, будет дождь идти, то я не буду под дождем гулять. Ну, а если будет нормально так погода, то, может быть, пройдемся с вами, да посмотрим, что у нас там. Что у нас там распустилось на данный момент, расцвело, хочется уже посмотреть. В общем-то, я эти дни особо никуда из дома не выходила, но один раз выходила только из дома, нужно было мне по делам, ну, не было у меня полдня, ну, ничего, в общем, здесь особо не произошло, она, наверное, спала целый день. Вот, ну, боюсь, честно говоря, кошку одну оставлять, потому что я не знаю, что она мне тут набедокурить может вообще. По поводу когтеточки, то, что я переживала, я вам говорила за новую мебель. Она нашла место себе, где точить когти. Старый диван мой, на котором я сплю, под диваном, вот там под клада. И она туда ложится и начинает там точить свои когти. Мила, ты бессовестная, почему ты тут ходишь? Иди-ка отсюда. Куда ты вот лезешь, лянь? Ну, как кишкиш, уходи. Вот такая бессовестная. Залазит тут, не взирая на то, что я тут сижу, ни стыда, ни совести нет. Залазит на стол. И все. Я, честно говоря, привыкла жить одна, и мне... Я просто знаю, что у меня нигде никто не ходит на столе. И мне не нужно постоянно его протирать. А сейчас вот мне нужно вот все время думать о том, что Милка могла там потоптаться своими ногами, нужно протирать без конца. Непривычно, конечно, мне, что кошка здесь. Но мне деваться некуда, я ее взяла. И это лучше, чем я, конечно, там целую неделю торчала, от скуки маялась. При том, что я же говорю, там нет моих вещей. Кто-то написал в комментариях, а что вас дочка к себе не пригласила. Ну, как не пригласила? Уже говорили же в прошлом видео. Да, она в своем видео тоже говорила, что она меня приглашала, естественно, побыть с кошкой у нее. Но я ей сказала, что не хочу торчать неделю у тебя с кошкой. Лучше давай кошку сюда. Я буду у себя дома находиться. У себя дома мне комфортнее. Здесь мои вещи все. Все, что нужно, у меня здесь под рукой есть. А там, ну как, ну там не мой дом, там нет моих вещей. Вы же сами понимаете, вот как вам пробыть с кошкой лучше у себя дома неделю, да? Или поехать в гости и там жить неделю среди чужих вещей с кошкой, допустим, там. Наверное, что у себя дома лучше, да? Как вы думаете? Наверное, лучше у себя. Вот, слышите? Она полезла когти точить. Вот там под диван залезла и вон она играется. Когти точит. В общем, такая вот. Она днем спит, ночью начинает она тут носиться. еще, как конь скачет. Мне кажется, соседи там даже слышат, как она тут скачет по полу. Вот. И начинает носиться из угла в угол. Ну, ей надо побегать. Здесь простора, правда, меньше, чем у нее дома. Но все равно она уже тут все углы обнюхала, изучила. и, в общем, она уже знает траекторию марафона или как когда бегают бегуны, траекторию куда бежать. И она прям начинает с одного угла в другой. Но она любит вот это от занавески в занавески. Бегать под занавесками прятаться любит она. Мила, куда ты лезешь? Вот куда ты свой нос сейчас суешь? Вот она на задние лапы становится и лезет она туда, куда совсем ей не нужно лезть. Уже она нюхает, что там на полке стоит, которое у меня над ноутбуком. Кстати, ноутбук нужно тоже мне все время держать закрытым. Если я села, там что-то поделала, потом мне нужно закрытым ноутбук держать. Это еще, кстати говоря, тоже меня тормозило насчет видео, потому что если я снимаю видео, мне нужно будет его потом монтировать. и монтируется оно не сразу, а потом оно выводится долго, обрабатывается, и мне нужно, чтобы ноутбук естественно был открытым. Но мне нужно тогда сидеть рядом и стеречь все это дело. Я не могу отойти, потому что она запрыгивает на клавиатуру и топчется ногами на клавиатуре. Вот этого допустить нельзя. Это тоже меня стесняет насчет, тоже останавливало меня насчет съемок каких-то уже думаю, ладно, надо подождать. Это хорошо, что у меня там было кое-что уже видео снято чуть-чуть заранее, немножко с опережением я шла, а сейчас уже все, опережения нет, запасов видео нет. Вот, так что сейчас снимаю такое видео, в общем-то ни о какой теме, обычной будни, будни с кошкой, я не знаю, наверное, назову так, это видео будни с кошкой. все. Что я хочу сделать с картошкой, я сейчас картошку очищу, вы знаете, но эта картошка не такая вот, как обычно, знаете, мы скоблим ножичком, совсем молодая-молодая, нет, это вот такая вот картошка, она маленькая, написано молодая картошка, но она просто вот как кожуру, в кожуру мы это ее варим и кожуру снимаем, снимаем, но тем не менее, ладно, то, что она молодая, в общем, не старая, это хорошо. Я сейчас ее очищу и хочу сделать ее с маслицем растительным, чуть-чуть лучка, чесночка и маслица такое с запахом у меня есть специально для салатов, я люблю вот картошку такую молодую с маслом и чуть-чуть лука и зубочек чеснока туда выдавить для запаха и она тогда пахучая-пахучая, а еще укропчика туда вот как раз покрошить меленько и тогда вкусная, ну вот ее хоть с рыбкой можно, хоть с чем, хоть просто самостоятельно кушать, вот такую я по весне люблю картошечку есть, вот решила такую сделать себе. У меня тут зритель сидит, смотрит, что я делаю, ходит за мной хвостиком, в общем, девочки, я вот немножко лука порезала, измельчила укропчик, чесночок туда выдавила и порезала на кусочки этот картошку, теперь я ее солю, я когда варила, ее не солила, сейчас чуть-чуть ее посолю, добавлю сюда маслица, которая вкусная, с запахом, такое, оно как холодного отжима, вот, и теперь сюда можно высыпать вот этот вот лучок, кропчик с чесночком, чесночок я выдавила через пресс, чтобы он был миленький, хотя можно его порезать, измельчить ножиком, в общем, вот так, и все, сейчас перемешаю, и будет очень пахучая, такая вкусная картошечка, девочки, смотрите, полетели вертолеты, 4 штуки, это у нас уже начался парад, сейчас еще самолеты полетят, уже начали летать, в общем, посмотрим чуть-чуть, так, я слышу по звуку, еще приближаются, что-то еще приближается, ну-ка, ну-ка, вот они, вот они, еще 4 летят, еще что-то приближается, вот они, вот они, вот они, приблизила я вам каштаны еще, у нас каштаны тут цветут, я обычно не приближаю никогда, тут приблизить решила, вот Антополь у меня перед окном, и скоро уже распустятся вот эти вот сережки, видите, дом и купол церкви нашей, вот это вот тоже приблизила я чуть-чуть, вот еще что-то летит, летит один, он полетел, самолет, девочки, я даже вижу, как они разворачиваются, и вот они летят над Батайском и возвращаются, вот, сейчас они летят на театральную площадь, из-за театральной площади они поворачивают налево и потом вот там вот над Батайском они возвращаются, видно на базу, хотели дом посмотреть, вот смотрите, у меня дом из окна видно, попробую увеличить, о, о, вот как видно, да, еще одна четверочка полетела, милочка тоже наблюдает за самолетиками, да, ну-ка, что тут полетело, вон они летят, решила приготовить я курицу в мультиварке, сейчас я немножко обжарю лук и закину туда курицу, вот это филе, все, решила полностью сделать лоток, дочка завтра должна приехать, я с ней поделюсь, сейчас я немножко обжарю мясо, когда оно закроется уже, и потом нужно будет залить его, заливка какой-нибудь, посолить, поперчить, в общем, закрыть крышку и на режим тушения поставлю, в общем-то, я выбрала режим тушения, 40 минут мне предлагает, мультикухня моя, я уже посолила, поперчила, соль вкусную положила, и чуть-чуть приправы для курицы добавила, для вкуса, и сейчас я решила все-таки залить просто водичкой, не буду я слишком сильно тут мудрить, можно было бы залить со сметанкой, но мне что-то со сметанкой и не хочется, просто водички добавлю, и пусть это дело все тушится, закрытой крышкой, все, я буду спокойна, что моя кошка сюда не залезет, не залезет и не будет мешать готовиться курице, вот ее излюбленное место, она любит вот тут полежать, на покрывалке поспать, хотя у нее много таких мест, вышла я девочки на улице, смотрите, каштаны расцвели уже, листья такие уже большие, вот несколько дней и уже все, и у нас уже тут все, но сегодня свежо, не жарко, а я вышла немножко на улицу пройтись, и в магазинчик мне надо сходить, кое-что из продуктов купить, я думаю, сейчас посмотрим, расцвела ли у нас тут сирень, да, я вижу, распустилась, вот, кстати говоря, несколько дней назад я снимала вам вот этот палисадничек, сейчас я вам сниму уже, насколько он изменился, уже видите, как все выросло, тюльпанчики опали, только вот некоторые остались, и уже вот, что это такое, выросло, новые какие-то растения, и вот смотрите, сирень, белая сирень, сиреневая, сейчас пойдем поближе посмотрим, вот она девочки распустилась, а пахнет как, ой, какая чудеса, прям прелесть, а вот она белая, смотрите, какая красивая, ой, прелесть, я хочу на фоне сирени, так вот сняться чуть-чуть, классно, да, а сегодня прохладненько, сегодня не жарко, ой, а что это за цветочек красивый, сейчас покажу, это тюльпанчик такой красивый, смотрите, вот такие вот цветочки у нас, а вот еще желтенькие красивые, и беленькие, ну тут разные сорта, такой красивый тюльпанчик, а вот тоже красивый сорт, красивый, нарциссы еще тут есть, в общем, девочки, сегодня свежо, ветерочек дует, сейчас я пока за домом, на меня не сильно дует, ну вообще, конечно, если куда-то выезжать в город, прям надо куртку одевать, температура снизилась, не жарко, я сейчас быстренько, быстренько схожу в магазин, вот морда, вот она там под диваном нашла место, где она там когти свои точит, но там невидимое место, ничего страшного, вот, любит поиграться, заигрывает со мной все время, иди сюда, у нас сейчас по телевизору какой-то фильм идет, про немцев, партизанов, и все такое прочее, иди сюда, иди сюда, ты что заигрываешь со мной сегодня, целое утро, бегает, заигрывает, лоточек тут так и стоит, вот тут она ходит, она, я так поняла, мой туалет боится заходить туда, но хотя она туда заходит, осторожненько, но очень осторожно, потом быстро убегает, текает, диван у меня не застелен сегодня, у меня сегодня домашний вариант, девочки, привет, скажи всем привет, вот она тут под ногами бегает, я зашторила шторку, и она давай скакать, прыгать, где ты, где ты там прыгаешь, за шторочкой, коша, любишь за шторки прятаться, любишь за шторки прятаться, в общем девочки мои, сегодня я хотя бы включила, немножечко видео снять вам, сходила в магазин, ничего особенного там я не покупала, масло, сыр, колбаску, в общем, такой вот по мелочи, огурчики там подзакончились, посмотрела я в ларьке, сколько стоит клубника, дешевле 500 рублей нету, 500 и 550, клубника уже наша пошла, а импортной нету, турецкой сказали нету, а турецкой я брала тогда за 250 рублей, да, вот, ну за 500 рублей я клубнику брать не хочу принципиально, в общем и не стала я ее брать, в общем такое утро у нас сегодня прошло, я хочу с вами уже попрощаться, хочу побыстрее смонтировать это видео, небольшое, коротенькое, но по крайней мере, чтобы вы за мной долго не скучали, я решила просто хотя бы снять вам наше утро, дочка уже написала, что завтра приезжает, я правда не поняла утром или вечером, еще раз мы с ней свяжемся, и пока она в ватсапе мне написала, вот, ну в общем завтра будет день, будут новые уже какие-то события, ну а сейчас я хочу с вами попрощаться, девочки, поздравить еще раз всех с праздником, и до новых встреч, пока-пока, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok